здравствуйте дорогие друзья с вами нестягин олег и сегодня я решил записать серию видео уроков по 3d моделированию программы 3ds max для работы с этой программы подойдет windows 7 также 8 или десятка процессор должен быть 64 битный intel или md видеокарта 512 мегабайт видеопамяти и более желательно 4 гигабайта оперативной памяти и больше вообще должен быть компьютер более-менее мощь всю серию я разбил на 14 уроков первом и самом сложном уроке для начинающих мы разберем где скачать как скачать и как установить программу 3ds max ну а в остальных уроках первом мы разберемся с настройками программы во втором уроке мы разберемся с основными инструментами в третьем уроке мы научимся создавать простые объекты и настраивать их качество пятом уроке мы начнем создавать простые композиции такие как столы и стулья мы также их копировать и группировать шестом уроке мы разберем что такое полигональная сетка в седьмом уроке мы разберемся как работать все же с этой сеткой восьмом уроке мы узнаем что такое сплойны девятом уроке мы узнаем что такое модификатор и десятом уроке мы разберем все материалы в одиннадцатом уроке мы разберемся со всеми операциями 12 уроки мы научимся работать со светом их источниками 13 уроке мы научимся делать анимацию и в 14 уроке мы это все будем визуализировать мы давайте начнем с первого урока где скачать и как установить программу 3ds max для этого я под своим видео оставлю вам ссылку на официальный сайт autodesk перейдете по этой ссылке он для начала вас маленько познакомлю официальным сайтом сама программа стоит 1128 долларов 75 центов на данный момент но мы конечно же не будем покупать эту программу а будем пользоваться студенческой версии бесплатной версии который мы будем пользоваться три года студенческая версия от коммерческой версии практически ничем не отличается то есть разницы вы не видите все те же инструменты все те же мощности и функции если вы попадете на центральную страницу вы можете перейти нажав кнопочку меню в разделе download перейти в раздел бесплатная для студентов нажмете и вас перекинет вот на такую страницу нажмете на 3ds max и вот появится у вас вот такая вот страница но я вам сразу ссылку оставлю вот на эту страницу чтобы вы не искали для того чтобы скачать студенческую версию вам надо обязательно зарегистрировать аккаунт в autodesk для этого нажмем вот на эту кнопочку далее вам надо будет здесь выбрать свою страну если вы живете в россии то выберите россии дальше вам надо выбрать роль обязательно повторяю обязательно вам надо поставить вот здесь роль студент далее вы здесь поставьте пожалуйста оставьте свои данные год месяц день рождения допустим январь день 1 и год прикиньте примерно сколько вам лет если вы не хотите всю правду писать о себе примеру давайте 85 год дальше вперед нажмем здесь также обязательно все поля заполните ваше имя фамилия емайл повторите емайл пароль поставьте галочки далее нажмите вот на эту кнопку great аккаунт ну а далее как я уже зарегистрирован я вам покажу уже по своей почте вам придет вот такое письмо на почту она может быть папай спам нажмете вот на эту кнопочку верифицируйтесь ну а далее вы попадете свой кабинет если вы не попадете свой кабинет то я дальше покажу уже все по фотографиям так как я уже зарегистрирован мне регистрацию не надо проходить ну а вам я покажу в картинках вас перебросит на страницу авторизации ведете ваш имя и нажмете далее следующем окне ведете ваш пароль нажмете вход вы увидите уведомление о том что ваш аккаунт подтвержден и нажмите дом далее вам нужно указать в каком учебном заведении вы проходите обучение для этого можно указать любой вуз вашем городе просто начните водить например московский и выберите любой вуз выпадающем списке далее во второй строчке нужно выбрать другое и ниже период обучения рекомендую ставить период 4 года а далее нажмите next поздравляем ваш аккаунт зарегистрируем можно переходить к установке программы нажмите продолжить вас перенаправят на страницу с которой мы начали если этого не произошло то авторизуетесь далее укажите версию 3ds max который хотите скачать нашем случае это версия 3ds max 2016 и выберите операционную систему и язык английский нажмите install но появившимся окне поставим галочку напротив и акцент и нажмем install обязательно выключите антивирус запустите скаченный файл от имени администратора немного подождите и нажмите install выберите папку сохранения программы рекомендую диск c и нажмите install дождитесь процесса установки если рядом с autodesk 3ds max 2016 зеленая галочка то все хорошо нажмите финиш процесс установки может занять от 30 минут до двух часов все зависит от ваших мощностей компьютера так что наберитесь терпения запустите 3ds max если при первом запуске он запросит какую версию выбрать то обязательно выбирайте версию classic нажмите продолжить если не спросил то все в порядке по умолчанию у вас стоит нужная версия ну а далее нам надо обязательно еще установить корону рендер альфа 6 я вам также оставлю ссылочку под видео перейдете вот этот сайт и обязательно именно альфа 6 скачиваете никакую больше потому что альфа 6 как раз подходит для версии 3d max 2016 эта версия бесплатная остальные все платные поэтому не перепутайте и скачивайте альфа 6 и как ее установить я дальше также объясню картинках так как она мне установлена и я устанавливать не буду так что смотрим внимательно и надеюсь у вас все получится скачайте архив с программы альфа 6 откройте архив с программы и запустите инсталлятор появившемся окне нажмите next поставьте галочку и нажмите next следующем окне нажмите next далее вам нужно указать путь в корневой папке 3ds max чтобы корона установилась корректная для этого сначала нужно определить куда установился ваш 3ds max чтобы узнать кликните правой кнопкой мыши по ярлыку 3ds max на рабочем столе и нажмите расположение файла сам вверху будет указан путь корневой папке 3ds max в нашем случае это локальный диск с программой файлы autodesk 3ds max 2016 у вас может быть другой путь зависит от того на какой диск вы установили 3ds max после того как мы узнали путь корневой папке нашего 3ds max можно вернуться к установке короны если у вас 2015 или 2016 версия макса то вам необходимо поставить галочку на версии 3ds max 2015 если версия 2014 ниже то нужно выбрать соответствующую галочку нажать брауз и указать путь к папке с 3ds max в нашем случае локальной дисце или тот на который вы установили 3ds max программ файлы с autodesk 3ds max 2016 и после этого нажмете next в следующем окне нажмете finish все готово корона установлена запустите программу и дождитесь пока она запустится если вверху написано студент версия то все отлично autodesk 3ds max активирован и вы можете пользоваться студенческой версии три года совершенно бесплатно ну а если у вас сверху написано что у вас версия 30 дневная пробная версия то далее видео как раз по этому поводу бывает так то что студенческая версия по каким-то причинам не установилась поэтому я вам покажу по шагам как все это исправить надеюсь у вас все получится будьте внимательно что ж приступим для этого закройте 3ds max и запустить его заново и нажмите актив далее перейдите по ссылке как указано на скриншоте вам необходимо получить ваше имя пользователя в образователем сообществе autodesk для этого нажмите забыли имя пользователя на следующей странице введите адрес электронной почты которые ранее указывали при регистрации 3ds max код с картинки и нажмите далее далее к вам на почту придет ваша идея для образовательного сообщества autodesk как только получите письмо нажмите по ссылке как показано на скриншоте далее видите ваша идея пароль и вы попадете в личный кабинет вам нужно указать серийный номер продукта который хотите активировать для этого копируем его из окошка с 3ds max и нажмите далее теперь вам необходимо добавить новую учетную запись далее поставьте галочку индивидуальный пользователь и заполните поля улица город почтовый индекс можно заполнить произвольно и нажмите далее следующем окне нажмите подтвердить адрес дождитесь подтверждения потом выберите созданную учетную запись и нажмите далее теперь вам нужно скопировать код запроса из 3ds max и вставить его в соответствующее поле и нажать далее дождитесь пока обработается запрос в этом же окне вам придет код активации студенческой версии 3ds max скопируйте его перейдите в окно активации 3ds max поставьте галочку в пункте их фан активейшим код from autodesk и ставьте код активации и нажмите нет возможно у вас появится окно с ошибкой ничего страшного просто нажмите close и снова запустите 3ds max с ярлыка на рабочем столе ну а далее заново запустите программу дождитесь пока он запустится если верху написано студент версию то все отлично autodesk 3ds max активирован и вы можете пользоваться студенческой версии три года совершенно бесплатно а на этом урок по установке программы 3ds max я буду заканчивать в следующем уроке мы познакомимся более детально с программой и приступим к настройке на этом все надеюсь то что у вас все получилось установить студенческую версию если у кого не получилось пишите в комментариях опишите проблему попробуем ее решить на этом все до новых встреч